14,5 тонн семян саксаула, которые предназначены для высадки на дне высохшей части Аральского моря, отправили в Казлардинскую область. Семена собирали в течение последнего месяца в Илебалхашском резервате. Он был создан в рамках проекта реинтродукции туранского тигра. На особо охраняемой территории также произрастают обширные саксуловые леса. Как и для чего собирали семена растения, занесенного в Красную книгу, расскажет Григорий Беденко. В сентябре прошлого года президент Касым Жамар Такаев анонсировал масштабную программу по озеленению территорий страны. Предполагается, что через 4 года в Казахстане будут высажены 2 миллиарда деревьев. Программа в том числе предполагает высадку саксаула на дне высохшего Аральского моря. Это необходимо для укрепления грунта и снижения количества так называемых срывых бурь, от которых страдает обширный центрально-азиатский регион. Саксаул растет очень медленно. К примеру, вот такому делится всего лишь лет 10-15. Поэтому, если прямо сейчас засеять дно бывшего Аральского моря семенами этого растения, то саксауловый лес там появится примерно к 30-му или 40-му годам. Но зато даже у самых молодых деревьев очень мощная корневая система. И это прекрасная защита от ветровой эрозии почвы в тех местах. Учитывая огромные площади, на которых предполагается высаживать саксаул, наши ученые предположили использовать авиацию. Семена будут рассеиваться над оралом с помощью самолетов, оснащенных специальным оборудованием. Эта технология применялась еще в советские времена, но потом в Казахстане о ней подзабыли. Хотя в узбекской части приорали, аэросеф практикуют до сих пор. Высеивать саксаул поручено КАЗ авиалесоохране. Сейчас объявлен тендер. В общей сложности планируется использовать 4 самолета типа Ан-2. Но сначала необходимо собрать достаточное количество семян. В этом году, наверное, все знают, что достаточно очень сложная ситуация. Засуха была, и поэтому урожай достаточно низкая, и в том числе и у нас. Но, в принципе, у нас большая территория нашей площади, нашего резервата покрыта именно саксаулом. Поэтому мы смогли собрать необходимое количество. Но в других областях, насколько я знаю, там у них урожай очень-очень низкая. Для того, чтобы собрать требуемое количество семян, были задействованы специалисты практически всех национальных парков и заповедников Алматинской области. Процесс этот занял около месяца. Собирать очень сложно. Вы видели, что вешается специально сделанное приспособление. Саксаул наклоняется, оббивается. Потом его надо по-любому как-то просеивать, потому что очень большое количество мусора попадает туда. Это очень сложный процесс, его очистить, вот эти семена. Потому что с мусором это получается вообще неимоверное количество надо будет тары и транспорта. Это процесс очень сложный. В резервате были подготовлены к отправке в Козлородинскую область 14,5 тонн семян саксаула. Это 1700 мешков. Если позволит погода, то будет собрана и отправлена вторая партия. Самое главное не дать семенам осыреть, так как они очень быстро впитывают влагу и покрываются плесенью. Аэросеф саксаула на Арале по плану должен начаться в начале декабря этого года. Григорий Беденко, Бен Наренбаев, Алматинская область, Хабар, 24.